С новостями к этому часу в студии Елена Семеновичева. Глава региона Игорь Кошин провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ненецком округе. В ходе совещания губернатор акцентировал внимание на последних событиях, которые произошли в регионе. Напомню, в ходе работы регионального отделения ФСБ 16 декабря текущего года были вскрыты факты коррупционных проявлений должностных лиц региона. Речь идет о факте причастности к получению взятки чиновника окружной администрации Николая Дроздова и начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Ненецкому округу Сергея Савельева. Эти инциденты бросают тень на всю систему органов государственной власти нашего округа, подчеркнул глава региона Игорь Кошин. В связи с этим считаю необходимым дать ряд поручений. Аппарату администрации, Михаил Викторович, провести проверку соблюдения дроздовым ограничений запретов, установленных законом, установить обстоятельства произошедших событий, о результатах доложить в кратчайшие строки. Аппарату администрации разработать нормативную базу, предусматривающую конкурсную процедуру назначения руководителей подведомственных учреждений и предприятий, предусмотреть регулярную аттестацию этих руководителей. Заместителям губернатора усилить контроль за действиями подчиненных в целях недопущения ими коррупционных проявлений. Управление госслужбы и кадров усилить качество отбора и проверок сведений, предоставляемых претендентами на замещение госдолжностей и должностей государственной гражданской службы. Хочу особо подчеркнуть, в борьбе с коррупцией неприкосновенных и неприкасаемых нет. Правоохранительные органы, антикоррупционная комиссия, отдел по борьбе с коррупцией в аппарате администрации Нинско-Автономного округа должны работать в данном направлении, выявляя правонарушения и привлекая к ответственности виновных, несмотря на регалии, статус, положение общества. С совместными усилиями нам необходимо устроить коррупцию в деятельности чиновников. Эта работа должна быть постоянной и максимально прозрачной для наших граждан. Поручение прошу выполнить в кратчайшие сроки. Продолжение следует... Продолжение следует...